Махараджа Александр Происходящих ныне на нашей планете Уже о многом мы поговорили Сегодня тема нашего видео будет Казахстан Какая энергия у Казахстана Какое будущее ждет Казахстан Интересно, а что вообще Арчена видит люди в Казахстане? А что вы видите о людях в Казахстане? Я вижу о людях в Казахстане Я вижу, что вообще люди в Казахстане Обладают очень большой добротой, глубиной, мудростью Люди в Казахстане очень сердечные Да, я согласен, с Арченой полностью Это видно и на примере нашего канала Потому что самые добрые комментарии Самые сердечные послания нам Всегда идут из Казахстана Я давно уже веду свой канал Давно веду свой бизнес по сдаче жилья в ГУА У меня много гостей всегда из Казахстана Я знаю, что люди из Казахстана Они действительно отличаются Отличаются от всех Это очень добрые, очень культурные люди И это люди, которые действительно чувствуют себя одной семьей с русскими С Россией Это очень ценно Я вижу, что процесс перемен уже начался в Казахстане Страна уже встала на путь значительных перемен Можно так отметить, что этот цикл подошел к концу Шаг за шагом будут различные выражения протеста в Казахстане Я вижу, что перемены, которые идут, они за пределами человеческого контроля уже находятся Процессы идут, которые уже не могут остановиться людьми Я вижу, что очень большие разрушительные процессы, к сожалению, ждут Казахстан Но огорчаться не следует, потому что именно через эти разрушительные процессы придут новые времена для Казахстана Развитие, новые возможности для развития Я вижу, что энергия мощнейшая перехода, про переходы для Казахстана Это будет очень важное время для людей в Казахстане и для самой страны Люди могут это принять двумя путями Могут опечалиться из-за разрушительных процессов, которые будут происходить Из-за безумия, которое будет твориться И могут принимать это как позитивное, потому что только через этот переходный период Казахстан придет к новым путям развития Любые переходы это всегда болезненно Нет смысла сопротивляться переменам, лучше обрадоваться тем переменам, которые будут приходить Да, интересно Если уж настолько разрушительные процессы ждут Казахстан, то что вообще ждет страну? Потому что страна-то абсолютно новая, которой раньше никогда не было В тех границах, в которых она существует сейчас И как нас учит история, как показывает Это большое заблуждение думать, что мир в таком состоянии будет всегда Как показывает история, границы всегда меняются Что-то разрушается, что-то новое создается И понять, в каких границах будет в будущем Казахстан, сложно Потому что мы знаем, что сейчас большой интерес Казахстана проявляет Америка Там дальше Китай, а здесь дружественная Россия Будет ли Казахстан вообще в тех границах, как сейчас Или в будущем он станет объединенным с кем-то Или какая-то часть его может быть Я не знаю, но давайте узнаем, что Арченн смотрит, видит по этому поводу Что вы видите в будущем в Казахстане? Вы видите это как индепендентное стране, как сейчас? Или вы видите, что это больше объединение с Россией? Сейчас, что я вижу здесь, что в будущем энергии Внутри страны есть два страны Ну то, что я вижу сейчас, я вижу как бы два разных мира внутри одной страны Которые не будут выстроены в единой гармонии в будущем Это как два разных мира Это приведет к безумию, к разрушениям Это старая энергия сама по себе, она такая мощная структура Это все на зыбком основании было построено Показывает амбиции, систему И я вижу, что внутри страны произойдет разъединение, раскол Это событие, которое произойдет, оно затронет все сферы, эмоциональные, ментальные События, которые произойдут, они разрушат множество иллюзий, отсутствие правды Люди могут ожидать неожидаемого Когда это событие произойдет Эти события приведут к строительству заново, по сути говоря, страны, созданию заново структуры Я вижу, что в этот период есть возможность у определенной части Казахстана Соединиться с тем бывшим пространством, с которым они вместе составляли единую страну То событие, которое произойдет, несет очень тяжелую энергию Много тяжести это принесет и людям, и стране Казахстан подойдет к завершению определенного цикла Казахстан подойдет к завершению определенного цикла Божественное послание людям Казахстана Послание в том, чтобы принимать Принимать то, что приходит, не пытаясь воевать с этим, сопротивляться этому Будет много ограничений и трудностей для Казахстана Но все это для того, чтобы в конечном итоге страна получила развитие Одна из прекраснейших вещей в жизни – ее непредсказуемость Ничто не постоянно в жизни Все меняется в этом мире И наши зрители, они тоже меняются, они тоже растут И один из лучших путей для развития – когда мы принимаем все стороны жизни И когда мы синхронизируемся с ритмом самой жизни Это дает возможность, дает мотор для души развиваться, расти События, которые произойдут в Казахстане должны восприниматься как большие возможности Даже когда придет вот эти трудности, это тяжелое время Да, жители Казахстана возможности увидеть, насколько они сильны, насколько могут принять эти перемены И Божественное никогда не пошлет чего-то такого, что невозможно было бы прожить людям И когда эти события будут происходить, Божественное просит быть с вашим внутренним центром И направить энергию в это время на собственное развитие, на собственную эволюцию С момента, когда ты начнешь принимать себя, все аспекты самого себя Только тогда ты сможешь принять то, что происходит снаружи туда Я вижу, что будет успех для этой страны, для Казахстана Когда каждый персонально будет стремиться к реализации заложенного в них потенциала То это приведет и к общему успеху всей страны Трудные времена ждут Казахстан Сейчас, в общем, они везде непростые в мире, поэтому, наверное, пугаться не стоит Достаточно взглянуть, что происходит у соседей, чтобы понять, что мир вошел в стадию перемен Не надо бояться, как сказала Арчена, перемен, надо идти в них Потому что старая энергия, она должна уйти Должна прийти новая власть, новая энергия Должна открыться новые возможности у людей Ну что ж, давайте поблагодарим Арчена за интереснейший рассказ Спасибо, Арчена Спасибо О многом еще интересном предстоит нам поговорить В мире всего столько происходит Сейчас такая интересная эпоха, что без сообщения от Божественного, конечно, разобраться порой очень сложно Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал И до встречи в наших следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok